Куда пропали листья? Таким вопросом задаются жители сразу нескольких лесничеств края. Нашествие вредителей в виде шелкопрядов напугало людей не на шутку. Наиболее остро проблема проявилась в Шипуновском районе, чуть меньше в Лебяжинском, Волчихинском, Новичихинском и Знаменском. Активность сибирского и непарного шелкопряда грозит гибелью пород, как листыных, так и хвойных деревьев. На этой текущей неделе будет проинформировано федеральное агентство, проинформирован Сибирский федеральный округ в лице Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу с направлениями соответствующих писем. В сентябре, в первой половине текущего года будут проведены соответствующие более детальные учеты численности этих вредных организмов и по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Только после комплекса процедур, наблюдений и учета можно принимать решения, обрабатывать ли территории средствами против вредителей. Применить химические и даже биологические препараты сейчас нельзя. В России есть такие случаи, когда заводятся судебные процессы, когда пасечники не успели убрать пасеки и идет массовая гибель пчел. И вот она связана с нерегламентированным применением препаратов. Причина масштабной атаки вредителей – жаркая весна. По предварительным данным в крае уже пострадало порядка 20 тысяч гектаров леса. Причем страдает несколько десятков видов деревьев. Например, от сибирского шелкопряда, лиственница, пихта, ель и кедр. От непарного береза, осина, яблоня, слива, дуб и липа. Чтобы урегулировать ситуацию и помочь природе, специалисты советуют жителям региона выходить на борьбу с шелкопрядами. В первую очередь ликвидировать яйцекладки. Откладывают яйца до тысячи штук может быть в одной яйцекладке. И для профилактики сбор вот этих яйцекладок, чтобы они в последующем не вывелись, собирают их. Также специалисты рекомендуют делать ловушки гусениц, обклеивать нижнюю часть пород клейкой лентой. Таким образом можно избежать процесса окукливания, который наступит уже в начале июля. София Яценко, Александр Антропов, День с толком.